Начало дня такое вот у меня. Так что это... Ну, сегодня день вообще-то активно обещает быть. Какие-то достопримечательные места в Абхазии я вам покажу. Приятного просмотра. Переместился на границу с Россией. Гостей встречаю. Может быть, кому-то будет интересно. Вот прокат есть прям, как границу переходите. Сервис по аренде автомобилей в Абхазии. Там машинки стоят аккуратные. Перешли пешком, взяли машину, катаетесь на абхазских номерах. Мандарину здесь продаются. 50 рублей килограмм. Это еще урожай этого года. Нормально, сладкий, попробовал, вкусный. Нахожусь в Цандрибше. Это прям на границе с Россией. Ветерочек сегодня с утра в тени было на градуснике 16 градусов. Ну, в принципе, думаю, чуть-чуть поднялась температура. Прямо на побережье здесь. Отель. Для гостевой дома. Отель, наверное. Фонтанчик. Это все новенькое. И вот такой бассейн здесь есть с горкой. Прямо на территории. Еще один корпус. Лея здесь живописная. Площадочка детская. И эвкалипты довольно высокие. Собственно, гости решили здесь становиться. Поэтому я тут хожу-брожу. Изучаю новую местность для себя. Горопарк. Это мы в холле. Каминчик тут есть. Украшенный керамическими тарелочками. Это первый момент такой, когда люди заселяются. Весьма недешевый номер, я скажу. Сколько вышел-то? Пятнадцатку, да? В сутки? Или сколько? Сколько? Десять пятьсот. Десять пятьсот. В эти сутки. Да. И вот главное его преимущество, я думаю, это вид с балкона. Смотрите. Собственно, до границы отсюда рукой подать. Пешком можно дойти. Там и дальше Россия. А в ту сторону Абхазия. Еще детская площадочка. Телевизор с потолка свисает. Душевая. Полотенце. Культурно запас на неделю шампуней, мыла. Полудильник есть. Шкафчик. Халаты даже. Фен. Сейф есть. С кодом. Светильники, розеточки, все удобно. Кондиционер. Вай-фай, естественно. Здесь небольшая бар-настойка такая. Так ее обозначим. С чайником. Один чай. И в водичку. Ставили тоже. Но главное это вид, конечно. Вот так вот, прямо на берегу моря. Можно отдыхать. Здесь люди кушают. Столовая. Также с видом на море. Все побережье тут активно застраиваются. Соседний отель еще в процессе. И фишка этого отеля в том, что тут бассейн на крыше получается. Так, и вот, собственно, дешний бассейн. Давайте посмотрим. Душевая. Вот такая вот красотища. Да, но при наличии такого бассейна, в принципе, в мае вполне себе тут отдыхать. Вот я сейчас здесь стою, у меня солнце припекает так, что как будто лето. Ну и все, что море холодное. Есть бассейн с подогревом, пожалуйста. И загорать здесь тоже можно. Вот лежачки. Значит, то, что касается цены, там 10500, это из-за того, что взяли на... Получается, всего на одни сутки там другой тариф, а так где-то в районе около пяти там плюс-минус обходится номер здесь. Так что местечко можно найти. Май, в принципе, это еще не сезон, поэтому даже вот за такие номера можно хорошие цены найти. Вот еще что-то строится небольшое. Ну и, в принципе, вот отсюда горы тоже хорошо видно. Так, сейчас переключу режим. Немного они облаками скрыты, но вот находясь здесь в ясную погоду, когда видимость хорошая. Обалденно. Сзади так полукругом, получается, горы опоясывают эту местность. Еще снежные шапки там. Какой-то поселочек такой. Прямо там, как альпийский лугал кого-то под окном. На горочке люди живут прямо. Ну и, собственно, с этой стороны море. Обалденно. Вечер того же дня. Стадион. Недавно покошенная травка. Ну, уже отрастает. Так все выглядит с верхней части трибун. Сейчас пока еще не слишком жарко. Самая такая пора приятная, когда можно бегать. Покрытие еще советского периода остается. В принципе, актуальность она свою не потеряла. Беговая дорожка. Ну, а позади мы видим горы. Ну, что ж, на этом видео я завершаю. Спасибо за внимание. Если было интересным, полезным, ставьте палец вверх. Немножко оно такое с разными локациями. Перемещался весь день. Особо даже снимать-то не было возможности. Сколько красивых пейзажей было по пути. Но когда ведешь машину, тем более по горной местности, особо как-то себе не позволяешь что-то снимать. Ну, ставьте комментарии, делитесь, подписывайтесь на канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok